Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! К сожалению, сегодня в 10.00 не успел, но успел сейчас в 10.40, поэтому кто рядом с телефоном, пожалуйста, кто не рядом с телефоном, значит, уже что делать? Ну, урок сегодня будет лучше поздно, чем никогда, но лучше вовремя, лучше всего вовремя. Шалом, шалом, ботертов, да, извиняюсь за опоздание. Значит, сегодня у нас такой будет урок не запланированный, поэтому он не по законам Лошонара. Можете пока подготовить каких-то пару вопросов, Гриша, используйте привет, которые вас волнуют относительно Торы, относительно не Аллаха, закон, закон, это лучше крови нам, а глобальные такие вопросы, если у вас есть мировоззренческие, да, то вы можете как раз, мы можем их обсудить. Напишите, можете, я увижу какой-то интересный вопрос и на него отвечу. Пока я вам хочу рассказать о том, что вчера было, вчера был пост. Вчера был пост, я поэтому не выходил, потому что был вчера пост и, значит, 9 ава, Тора учить нельзя, можно учить только про само 9 ава. Но так как 9 ава, вот этот день, это день такой, знаете, очень, самый плохой день, можно сказать, в течение года в истории еврейского народа, в течение жизни еврейского народа, самый плохой день, это было вчера. И, значит, то у меня тоже вчера началось, как раз я только выхожу из дома, начались там проблемы, я возил отца к врачу, слава богу, все хорошо. Но очень вот была вчера ситуация такая непредвиденная, да, для меня. Поэтому вчера не было урока. Я вот, что я вчера подумал, знаете, вот каждый человек строит свою жизнь и хочет как лучше. Все мы одинаковые, все мы, Полина Вартаньян, Александр Островский, Надежда Кулинич и все, Юрий Сахно, Шалом Сим из Одессы. Все, где бы мы ни находились, мы хотим одного, чтобы было все хорошо у нас, у наших близких, и, значит, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы были деньги, чтобы было внутри спокойно. Это цель всех нас. И Яков Шатадин ничем от нас не отличается, еще раз его с днем рождения. Теперь и каждый из нас пытается эту цель достигнуть, используя те знания и те правила, которым нас научили. Как говорится, учили нас, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Все мы учились, и, значит, учились мы у своих родителей в основном, и учились мы, слушая их слова и наблюдая за их действиями. Потом мы учились в каких-то школах, в которых нас научили учителя чему-то, а потом мы все учились в каких-то институтах, читали книги, смотрели фильмы. И вот у каждого из нас в голове такой калейдоскоп. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. В этом калейдоскопе у каждого из нас есть разное отношение к этому калейдоскопу и к себе. Одни люди говорят про себя, я, значит, все знаю, я уверен в своих знаниях, я знаю, как жить, я сейчас, я все знаю. Это один вариант, я беру сейчас крайний. Этот вариант называется гордец. Гордец, это он такой гордый, и он, я, у него главное слово я, и он такой прям я, и вот все мои знания, и я за свою, я, как бы, моя вера, вообще это не вера, это факты, это все правота, это гордец. Вторая крайность, это такой подход. Я ничего не знаю, я никто, ничто, все люди вокруг что-то знают, а я один ничего не знаю. Каждый умнее меня, а я никто, ничто. Это вторая крайность, да, потому что люди-то вокруг, они же тоже ничего не знают, они реально ничего не знают. Они знают то, как их научили, и мы все учились понемногу, чему-нибудь, как-нибудь. Какой же здесь выход для человека, да, Наталья Добра смотрит нас, например, какой выход? А выход, должна же быть какая-то система мышления, система координат, система правил, система отношения, ну, это называется мировоззрение, да, жизненный подход, который, который, ну, он настоящий, он работает. Я вчера разговаривал с одним человеком, он говорит, вот, у меня есть там друг, который агностик, агностик, он не верующий, он ни во что не верит, вот я никак ему не могу доказать. А я ему говорю, а ты ему ничего не доказывай, зачем ему что-то доказывать? Если человек не верит в Бога, да, если человек не верит в Тору, он не верит, что Бог дал людям для добра какую-то систему заповедей, и Бог сказал, вот это добро, это зло, так делай, так не делай, хорошо, он в это не верит, не надо ему доказывать. Ты спроси его, во что ты веришь, вот Эстер Ротшильд нас смотрит, во что ты веришь, спроси этого человека-то. Он скажет, я верю в то, что Бога нет, отлично, и что дальше? Ну, дальше Бога нет, а дальше-то что? Ну, а что делать-то? Надо быть хорошим. Почему? Кто сказал, надо быть хорошим? А что такое хорошо? Кто сказал? Ты кому вообще веришь? То есть надо его спросить, ему надо показать, что он, все люди верующие, каждый человек верит в какую-то модель мира, в которой он живет, и все держится на вере, на вере, все держится на вере человека, что так работает мир, так надо действовать. И тут окажется, что вера человека нерелигиозного, она очень такая, ну, вообще какая-то, знаете, пустая и беспонтовая, да, он верит, что он обезьяна такая развитая. Ты кто? Я обезьяна, ну, в смысле, ну, да, я верю в теорию Дарвина, так ты кто? Я развитая обезьяна, отлично. А ты Дарвина-то теорию читал? Не, не читал. А откуда ты знаешь вообще теорию Дарвина? Это ж теория вообще, это просто само слово, теория Дарвина, это даже не аксиома, даже Дарвин сам не сказал, что он верит в эту вещь. Сказал, может быть, может и из обезьяны, сказал Дарвин, а может и нет. Понятно, да? Теперь, значит, это такое было вступление. Так, самый оптимальный путь для человека в этом мире, это действовать, исходя из того, что Бог сказал, надо делать. Почему это оптимальный путь? Он проверенный, то есть он проверенный годами, тысячелетиями. Те, кто идут по этому пути, они живы, они выживают и так далее. Тут, опять же, человек может спросить, но возьмем, например, возьмем, например, ладно, не будем глубоко уходить, то есть мы все живем в мире веры, это факт. Теперь давайте дальше. Когда изучаешь Тору, когда изучаешь Тору, Тора дает ответы на все вопросы. То есть все вопросы, которые только возможны в этом мире, они в Торе не просто задавались за эти три тысячи лет, да, с тех пор, как была дарована Тора. Они задавались, и они исследовались, и они изучались, и по каждому вопросику, который только есть, вот любой, назовите вопрос, написана книга, целая книга. Да, вот мы видим, кто-то умер, Барук Даяна Эмед, благословен судья истины, да, то есть кто-то умер, нерелигиозный человек, он говорит, вау, и что, ну, умер, закопали. Религиозный человек говорит, он ушел в свой мир. В какой мир он ушел? В тот мир, который строил себе в течение жизни, в свой духовный мир. В Торе прямо говорится, что человек идет в его мир, в тот мир, который он в течение жизни себе построил. Это называется, человек идет в его мир. Когда кто-то умер, говорят, Аллах Ле Уламо, он пошел в его мир, он ушел в его мир. Да, и те, кто об этом слышат, говорят, Барук Даян Эмед, благословен ты судья истины. То есть, что мы отсюда видим? Мы верим, что Бог все делает вовремя, и как человек родился не по своей воле, никто же не выбирал себе место и момент рождения. Как человек родился не по своей воле, так он уходит не по своей воле, так он и живет, по большому счету, не по своей воле. И мы верим, что если бы Бог хотел нам зла, то нас бы не было. А раз мы есть, значит, Бог хочет нам добра. И все, что он делает для нас, оно имеет какой-то глубокий смысл, как спортсмен, который подходит к тяжелой штане. Вот иногда спрашивают, а зачем вот эти все испытания? Вот вчера мы постились. Я, например, прочитал законы, есть Аллахот законы. И в законах 9 лавра написано, что нужно спать, чтобы было неудобно. Нужно даже спать ночью в эту ночь, нужно не есть, не пить и спать, чтобы было неудобно. Это день страданий. И я, значит, поспал, поспал я на полу. Спал я на полу, думаю, почувствую, что такое спать на полу. Так неудобно, это просто нереально. Просто, ну вообще, такая неудобная. Вот спать на полу, дико неудобно, больно. И все время просыпаешься, потому что какая-то часть тела, из-за того, что ты на твердом полу, она ей больна. Теперь, значит, и день же не ели, не пили. Зато, как после этого дня не ели, не пили. Когда возвращаешься в хорошую кровать. Когда берешь после поста, вчера, представьте, сутки, 25 часов даже, от захода солнца до выхода звезд. 25 часов это было без воды и без еды. И потом, когда заканчивается пост 9 ава, съесть арбузика, кусочек арбузика. И вот этот арбуз, я никогда не ел такого вкусного арбуза, как после 9 ава. Я не знаю, или он был по-настоящему самый вкусный арбуз за всю мою жизнь. Но когда ты ешь арбуз, не... Когда ты ешь арбуз, вот просто ешь арбуз, это не кайф. Когда ты ешь арбуз после дня без еды и без воды, это невероятный кайф. Теперь вот задает вопрос Ольга Куюмджи. Почему говорят, что душа ребенка выбирает сама себе родители? Если мы глубоко копнем, вот очень интересный вопрос. Да? Значит, говорят, что душа ребенка выбирает себе родители. Я... В иудаизме это подтверждается. То есть, да, действительно, люди, которые знают вот эти законы душ, которые знают все, что связано с кабалой, это очень тайные части, такие торы. Они говорят, что да, душа, когда заходит в этот мир, она выбирает себе испытания. То есть, я вспоминаю, мне жена рассказывала... Она была на уроке у Раббанит Хава Куперман. Раббанит Хава Куперман – это дочка Раваицка Казильбера, зерканодонцедик Левраха. И она как раз объясняла вот этот момент про души, как душа выбирает себе, у каких родителей будет. И она это рассказывала, для женщин был урок, и мне очень понравилось, я просто это сравнение... Вот я вам сейчас расскажу прям ее словами, как мне жена передала. Раббанит Хава Куперман говорит такую вещь. Она говорит, вот душа человека, она в течение этой жизни, она набирает себе как баллы такие, да. Она набирает себе баллы, она набирает себе заповеди, добрые дела и так далее. Вот она приходит в тот мир, и сидит такая душа в том мире, а она мало чего за жизнь успела хорошего сделать. И она сидит такая душа, у него такая рубашечка без рукавов, даже у него рукавчиков нет. И он в этом грядущем мире, у него такая рубашечка без рукавов, такая очень некрасивая рубашечка. Ему говорят, ты можешь зайти еще раз в этот мир для того, чтобы в течение своей жизни заработать себе на красивое жабо. Вот это меня слово удивило, жабо. Жабо это такая, ну она же приехала из Советского Союза в 70-е годы, и она в современном мире, она не смотрит, куда мода пошла, да, она живет в закрытом мире. Поэтому такое слово она использовала жабо. И вот эта душа, она хочет, чтобы у нее было красивое жабо. И естественно, чтобы рукава тоже на костюме были. И ей говорят, что для этого нужно зайти в этот мир и пройти еще раз жизнь, сделав больше добрых дел, больше заповедей и так далее. И, значит, сидит эта душа и думает, насколько хочу ли я вот это жабо или не хочу. И если я хочу в себе серьезное жабо, красивенькое, если я хочу в себе красивый костюм на вечность, тогда я выбираю себе, душа выбирает себе сложный уровень игры, и она выбирает себе жизнь полной испытаний. И у нее есть возможность или вернуться, зайти в следующий раз из этого мира на небо с красивым таким костюмчиком жабо, или потерять даже тот рубашечку без рукавов, которые у нее были. Всегда есть такой вариант. Есть души, которые говорят, мы не хотим в этот мир. Мы не хотим, и я вам скажу так, что большинство душ не хочет развиваться. Как большинство душ не хочет возвращаться в этот мир, как большинство людей не хочет заниматься спортом. Большинство людей не выбирают себе бегать ультрамарафоны и убивать себя, и бежать 100 километров ночью, как мне вчера один из моих выпускников моих программ, Юрий Теслов, прислал видео, как он был больной, ему врачи не давали шансов жить, а он взял и пробежал за полтора года 44 марафона по 42 километра и 100 километров ультрамарафон ночной пробег. Большинство людей не выбирают себе такую жизнь. Они не хотят, и в этом мире не хотят тренироваться. А когда душу спрашивают там, хочешь ли ты зайти в этот мир и здесь работать, стараться, поститься 9 ава, делать добрые дела там и так далее. Души говорят, нет, я лучше поживу вечно в рубашечке с коротким рукавом, все. Теперь поэтому говорят, что душа выбирает родителей, ему показывают варианты, да, ему показывают, какой спортзал ты выберешь. И одна душа говорит, все, иду в эту семью, буду сейчас я в сложных условиях, буду работать и буду стараться. Другая душа говорит, не-не-не, не нужна мне ни награда, ни испытания, ни сложности, как люди в этом мире себе выбирают. Не хочу тренироваться, а зачем мне тренироваться? Я нормально буду сидеть, смотреть телевизор и отдыхать. Теперь вот вопрос, можно ли после смерти завещать свои органы тем, кому они спасут жизнь? Вот здесь вопрос очень, это вопрос не ко мне, вопрос к раввинам, которые, я не знаю вот эту Аллаху, этот закон я не знаю. Но формальная логика, она может, может здесь не сработать. Формальная логика говорит так, что я, если заповедую свои органы кому-то, да, формальная логика, я спасу жизни людей. Это формальная логика. Но могу сказать, у меня нет никакого ответа на этот вопрос абсолютно, я не знаю, как по ТОРе вот этот вопрос решается, не знаю. Поэтому я ничего вам не скажу, но я вам скажу, что формальная логика человека, она сильно отличается от логики. Вот, например, да, формальная логика, формальная логика, она говорит, что если человек звонит три раза, то это что-то важное. А по факту это просто было не очень важно. То есть бывает, что логика человека, она в ситуациях, когда особенно это связано с духовностью, с сослужением Богу, нужно идти по тому, что Бог сказал. Это добро, это зло. Иначе каждый человек будет накладывать на вот эту вот систему, будет накладывать свою какую-то, ну, свои идеи. Кто-то скажет, органы сдавать это хорошо, кто-то скажет, да, разве это хорошо? А вот, например, смотрите, вы знаете, сколько есть бизнеса на этом построено, да, когда люди специально убивают и крадут людей для того, чтобы их продавать на органы. И кто-то скажет, смотрите, если вот сама эта система передачи органов, она, ну, то есть здесь есть масса всяких вариантов, поэтому нужно идти к раввину, который знает всю Тору, который знает весь Шелхана Рух, который знает, Шелхан Рух это как сборник законов. И он вам скажет, закон говорит вот так, хочешь слушать, слушай, хочешь слушать себя, слушай себя, хочешь слушать человека, который говорит, что это хорошо, слушай его. У нас у всех есть единственный выбор, кого слушать. И когда человек говорит, я думаю, он должен прежде всего спросить себя, а вот то, что я думаю, я же думаю на базе каких-то предпосылок, на базе каких-то идей, которые я просто принял как исходные предпосылки, что это так, а может это и не так. То есть вот те исходные предпосылки, на базе которых мы принимаем сегодня решения, они могут быть неверные, абсолютно неверные правила, принципы. Понятно, да, идея? Хорошо, дорогие друзья, все, вот мы в общем поговорили, теперь давайте что-то мы оптимистично хорошее изучим. Поэтому главный закон, вот как я понимаю, главный закон, на который нужно обращать всем нам внимание, главный закон это то, как ты хочешь, чтобы относились ко мне, относись к другим людям. И это главный закон такой простой и понятный, то есть когда мы хотим что-то сделать, всегда нужно подумать, хотел бы я, чтобы это ко мне вернулось. Хотел бы я, чтобы вот то, что я делаю сейчас для других, чтобы ко мне вернулось. Но теперь опять же, вот если мы наложим этот закон на ситуацию про органы, да, давайте посмотрим. Человек, он думает, так, я хочу после смерти отдать кому-то органы, теперь хотел бы я, чтобы мне какой-то орган вставили от кого-то, который мне завещал. Тут, например, этот принцип скажет вам, да, но тут есть интересная вещь. В общем, смотрите, я про органы не хочу разговаривать, я не знаю ничего про органы. Вот есть вещи, про которые лучше сказать я не знаю, после этого нужно узнать, что по этому поводу думают раввины, что по этому поводу думают там специалисты какие-то другие. И после этого, когда вы соберете мнение, и на каждое мнение, запомните, вот это алгоритм, который вот очень важный. Когда вы с кем-то разговариваете или учитываете чье-то мнение, задайте один простой вопрос. А он откуда знает? Откуда у него это мнение? Если вы спросите раввина, откуда ты знаешь? Он скажет, написано в Торе так и так. Мошера Бейну сказал здесь, здесь вот так. По этому поводу, там, Талмуд провел расследование, сказал так, так и так. По этому поводу, тысячу лет назад, три закона учителя, которые знали весь Талмуд, всю Тору, они вынесли вот такие-то решения. По этому поводу, пятьсот лет назад была написана вот такая книга с разборами. По этому поводу, за последний год было вынесено десять решений, и каждая в своем решении дает раскладку, как это все идет до Моисея, до Мошера Бейну. Это раввин, с ним разобрались. Теперь спрашиваем врача. Врач, а ты откуда знаешь? Врач скажет, ну, слушайте, ну, это правильно давать органы? Почему правильно? Ну, операцию надо сделать, еще надо сделать, медицина на этом живет и так далее. Ну, и это же классно, когда кто-то другой, благодаря твоим органам, будет жить. А вопрос, он будет жить или нет? Не факт, вообще не факт. Какая вероятность того, что он будет жить? Спросите у... Во всех этих органах, мне кажется, что там вероятность какая-то очень небольшая. А что говорит Тора, если это сделать? То есть всегда нужно исследовать, нужно исследовать и понять, что мы все живем в мире, который придумали другие люди. Мы все живем в придуманном мире, в котором вот каждый верит во что-то. И каждый получает следствие своей веры. И как сказал пророк Хавакук, цадик, праведник, Бээмунато Ихье. Он своей верой будет жить. Его вера, она ведет его к жизни. А злодеи, а злодеи даже при жизни, они уже мертвы. Потому что любое их решение, которое исходит из предпосылок зла, делать зло, то оно само по себе является смертью. Понятно, да, идея? Все, всем хорошего дня. Надеюсь, что завтра, с Божьей помощью, я уже войду в нормальный режим в 10.00. То есть мы сейчас выходим уже на очень хороший период. У нас сейчас начинается период, вот прямо начинается с сегодняшнего дня еще до обеда. Храм горел в 12.45, через час 45. Уже заканчиваются все, все, все траурные вообще какие-то обычаи. И дальше у нас идет месяц Аф, вот сейчас идет месяц Аф, идет поднятие, поднятие, все будет лучше, лучше и лучше. Потом будет месяц Илуль. Мы месяц Илуль исследуем свои пути. Есть месяц, предназначенный для того, чтобы исследовать, сделать хишбон нефеш, сделать просчет своей души, своих правил, принципов, отношения к жизни, к людям. И потом идет Рошашана, новый цикл. Рошашана, голова года, начало года, день суда, когда ты приходишь и говоришь, вот он я. Вот за это в прошлом я раскаиваюсь, это уже не я, я раскаиваюсь. Вот это мои решения на будущий год. Буду учиться, буду делать добрые дела, буду молиться, все буду. Вот он я. Я месяц, я исследовал себя, свою вот это вот программное обеспечение, и я решил. И ты стоишь такой на суде два дня, и отлично. Потом еще 10 дней у нас будет, 10 дней раскаяния. Ты опять пересматриваешь и говоришь Всевышнему, ой, может, я забыл, вот тут я сделал плохо. Вспомнил, прости, больше никогда так не буду, раскаиваюсь. И так все 10 дней. Потом Йом-Типур. Йом-Типур, значит, не едим, не пьем, стоим сутки почти в синагоге, как ангелы. Говорим Всевышнему, смотри, я ангел. Во всем раскаялся. 18 раз говоришь опять, ведуй, ведуй, это как раскаяние. Еще раз, вся молитва Йом-Типура построена на раскаяниях. Говоришь, все, я чистый белый ангел, все, начинаю с чистого листа. И после этого у нас неделя суккота, живем в шалашах, радуемся, веселимся. Человек без греха, он может веселиться и радоваться, ему все понятно. И потом начинается новый цикл изучения Торы. Я думаю, что мы следующий год после суккота начнем изучать хумаш. Хумаш это пятикнижие. Прямо мы начинаем после суккота, вместе со всем евреским народом, с книги Берешит. Берешит, Барай, Лутим, это Шамам, это Арец. Вначале сотворил Бог небеса и землю. И мы начнем изучать, прям будем идти, наверное, по хумашу, да, я так думаю. Все, друзья, удачи, всем успехов. И всем желаю, чтобы божественный свет, свет Торы осветил ваши жизни, решения, души, тела. И чтобы вы действовали именно по Торе, потому что это верно. Это вот, знаете как, проверено. И тогда Бог будет вам помогать во всем. Все, всем пока, удачи, успехов. Спасибо.